Чистая питьевая вода практически в центре города. Бесплатно, в неограниченных количествах. Речь не о какой-то рекламной акции, а о роднике. Ко дню города источник у площади речников благоустроили и осветили. Пробовала водичку и наша съемочная группа. Еще 24 года назад этот родник коптировали. Проще говоря, оборудовали специальными приспособлениями для сбора и распределения воды. С тех пор он так и тек. Однако в канун 545-летия города источнику сменили имидж. Обустроили красивые подходы, построили беседку. На церемонии открытия, которая состоялась, несмотря на капризы природы, она оказалась очень кстати. Маленький родник, люди идут сюда получить здоровье. Дух бодрости, вода, она всегда была живительной силой. То, что люди сюда действительно идут, подтвердил рабочий с соседней стройки. Живительную силу он набрал, не дожидаясь окончания торжественной церемонии. Затем облагороженный источник осветили. Кроме небесных сил, родник оберегают и земные службы. Качество и безопасность воды проверяется 4 раза в год. Водичка очень вкусная, понравилась. Я действительно первый раз пробую с этого родника. Очень вкусная, мне понравилась. Мне кажется, вкуснее воды я не пил. В городе более 10 родников, и не все они благоустроенные. Мы поставили задачу все родники в ближайшее время благоустроить. Я родниковую воду пью, потому что она вкусная и полезная. Чем больше родников, тем вообще красивее в городе. Я так считаю, что приезжие особенно будут радоваться. Приедут и попьют холодненькой водички вкусной. Как обещал глава города, благоустройство родников продолжится. Следующий на очереди источник на Хибежской. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.